Приветичи! Сегодня мы поиграем с тобой в игру под названием Mask of Mist, что переводится как «Маска в тумане». Ну шо ж, давай начнём новую игруху, посмотрим, что это такое. О, эта история началась с очередного предложения о работе. К вам обратились с просьбой отыскать пропавшего человека. Ничего необычного, с исключением того, что данным человеком был Архимаг Академии, а как известно, бесследные исчезновения крайне не свойственны Архимагам. Свои исследования Архимаг Кроул проводил на заражённой территории, области ожесточённых сражений времён последней войны с Империей. Количество магии, обрушившейся на эту землю, было столь велико, что ослабило барьер, защищающий нас от бездны, и множество её обитателей заполнило эту местность. В случае успеха вам была обещана плата в тройном размере, а коллеги Архимага любезно предложили телепортировать вас непосредственно к месту назначения. Поколебавшись несколько мгновений, вы входите в портал. Фигаси. Всё, меня, короче, маги телепортнули. Телепортнули за этот барьер, который ослаб и разрушился. В общем, смотрим, что здесь есть. Здесь, короче, какие-то демоны водятся. Узнать, что случилось с Архимагом. Ну и да, и, конечно же, нам нужно найти этого Архимага, который пропал без вести. Что у нас тут? О, сундучок. Что это? Красная статуэтка. Замечательно. Короче, это игруха-головоломка. Давно у нас на канале не было головоломок, поэтому мы с тобой сегодня будем ломать голову. Здесь у нас есть четыре пьедестала. Сюда можно что-то воткнуть. Походу, вот эти красные статуэтки. Что ж, начнём. Раз статуха, два статуха. Ещё две нужно. Пойдём искать. Пойдём искать наверняка где-нибудь здесь. Прыгать мы умеем. Замечательно. Тут пусту. Пусту. Пойдём посмотрим в другом месте. Наверняка в этом загудке где-нибудь. Так, что у нас тут? Камушек лежит. Замечательно. Камни мы умеем бросать. Наверно. О, вижу, вижу, вижу. Сейчас. Сейчас достанем. Опачки. Ещё одна. Так, осталась последняя. Где у нас может быть последняя статуэтка? Где её могут спрятать? Эту сейчас мы воткнём сюда. Слушай, наверное, знаешь где? Наверное, тут тоже вот она есть где-нибудь. Спрятана в этих выемках. О, да, точно. Вот она. Всё. Четыре красных статуэтки мы нашли. Сейчас мы разблокируем барьер и зайдём туда. Опа. Барьер разблокировался. Заходим. Видишь? 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 Там цветочки есть. Пойдём соберём. Может, мы тут алхимичить сможем? Голубой цветок. Замечательно. Ооо. Это что у нас тут? Туда явно можно пройти, но пока неизвестно как. Наверное, вот эти корни надо как-то поджечь или срубить. Ладно, разберёмся позже. Пойдём дальше по тропиночке. А здесь у нас городочек. Городочек. Маски лежат. Это, видимо, местная таверна здесь была. Мы сейчас туда зайдём. Вначале мы обыщем всё здесь. Городочек приятненький. Так, понятно. Рычаг сломан. Требует замену. Хорошо, уходим отсюда. Так, так, так. А там, кстати, красочность. Ооо, там какие-то штуки ползают. Это же слайм. Офигеть. Прикольный такой. Но видно, что опасный. Ладно. Продолжаем обыск этой территории. Что у нас тут ещё есть? Можем зайти в эту зону. Там вон рычажок есть, смотри. Активируем и можем выходить. Здорово. Но пока я туда не рискну пойти. Там что-то как-то опасненько. Вдруг там тоже слайм уходит. Тут у нас ягодки соберём. Лесные ягоды. Замечательно. Всё, пойдём в эту таверну. Здесь вроде бы мы всё обыскали. Здесь ничего нету. Заходим. Ну вот, мы зашли в таверну. А может быть, это гостиница местная? Кто ж её знает? Так, поднимемся на второй этаж. Сразу же на второй этаж. Здесь доски заколоченные. Надо размазить. Размазить, сломать. Здрасте. Сундук. Оу! Что это? Рубины. Зелье лечения. И тут какая-то писанин. Давай почитаем. Записка. Заброшенный форт. Похоже, этот заброшенный форт послужит мне отличным пристанищем на ближайшее время. Более того, мне даже удалось открыть проход к моему рабочему кабинету. Главное, не забыть правильную последовательность рун. Иначе придётся всё начинать сначала. Это последовательность рун, я так полагаю, да? Надо запомнить. Хорошо. Отличную записку мы с тобой нашли. Пойдём шариться дальше. Чё тут у нас? Оу! Меч! Меч нашли! Зашибись! Теперь у нас есть мечуха! Кстати, можно будет потом вернуться и попробовать разобить этим мечом те корни. Здесь ещё есть дверка. Закрыто. Требуется ключ от террасы форта. Где-то по-любому здесь может быть ключ. Доточки эти мы рубим. Что в ящичках у нас? В ящиках ничего, но за ящиками скрывался сундук. Вау! Черепок какой-то. Каменная маска. Тут кругом одни маски. Всё, второй этаж мы с тобой обшарили. Куда тут ещё можно пройти? Видимо, отсюда мы пришли. Это кладовая. Здесь есть морковочка. Зашибись. Есть печь. Старая печь для приготовления пищи. Ого! Здесь можно ещё и готовить. Разжечь огонь. Требуется хворост. Шесть штук. Нет у меня хвороста. А-а-а! Тут подвальчик есть. Петли этого люка давно заржавели. И у вас не получится его открыть. Ммм. И как быть? Петли заржавели. Это значит, что нужно какую-то смазочку сюда залить. Типа масло. Чтоб оно полегче всё открывалось. Так, идём сюда. О-о-о! Это же те... Те руины, которые открывают, по всей видимости, врата. Так, подожди. Как мне открыть книжечку? А, вон, нашёл! Значит так. Первая вот эта руна. Вторая типа Я, Б. Типа галстук и А. Главное не запутаться. Значит, вначале стрелочка. Потом типа Я. Где она? Я. Потом Б. Вроде бы правильно, да? Я, Б. Типа галстучек и А. Галстучек и А. О-о! О-о-о! Фига себе. Я надеюсь, что она не закроется, когда я пройду. Прикольно. Прям Гарри Поттер и тайная комната. Жалко, картин здесь нет. Тут наверняка что-то любопытное было. Вау! Вау-вау-вау. Вон ключ, кстати, смотри. Ключ, который нам нужен. Офигеть. Вот это прям сказка. Что у нас есть? Куб какой-то. Кстати, куб я могу бросать. А что, если мы этим кубом попробуем... Точняк. Можно предмет избивать. Значит, нам нужно выбить куб. А может быть, давай мы все выбьем? Вдруг там что-нибудь ценненькое будет. Так. Походу, ничего ценного, кроме ключа, здесь нет. Ловлю! Не поймал. Выбиваем ключик. Все, ключ у нас теперь есть. Мы сможем открыть ту дверь. А здесь что у нас за лаборатория? Взаимодействовать. Алхимический стол. Вы не знаете ни одного рецепта. Это печально. Нужно, значит, еще рецепт искать. Хотя, наверняка, вот это и есть рецепт. Потерянный ключ. Нигде не могу найти ключ от террасы форта. Наверняка, опять выронил его. Когда работал над моей последней картиной. Никогда бы не подумал, что от такого безобидного хобби может быть столько неудобств. Хм. Конечно, может. Когда-то занят одним делом, но очень важным. Вот, кстати, картина. Наверное, вот эту картину он рисовал и потерял ключ. Только как? Это невообразимо. Эта картина выглядит незаконченной. В смысле незаконченной? По мне, так она закончена. Что-то здесь, значит, не хватает. Нужно что-то найти, чтобы вставить в эту картину. Ты что-нибудь тут видишь? Соух. Ма-па-пам, пара-па-пам. Я здесь ничего не вижу вообще. Опа, подожди. Мне показалось или тут что-то блеснуло? А, ну да, это скляночки блестят. Ничего страшного. Так, ладно. Пойдем в его спальню зайдем. Наверняка что-нибудь тут откопаем. У него куча масок. Здесь вообще дофига масок валяется. Кстати, вот сундук. И тут какая-то записка. Рецепт. Зелье против ржавчины. О, то что нам нужно. Для приготовления данного зелья вам потребуется голубой цветок и ведьмин гриб. Так. Кажется, нам нужно отсюда выбираться. Выбираться и идти в лес. За ягодами и грибами. Ну а сперва нужно подняться на второй этаж и открыть террасу. Терраса здесь у нас вроде была. Требуется ключ от террасы. Так он у нас есть. Есть у нас ключ от террасы. Вот он. Вот он ключ. Как? А, нет, это ключ от склада. Подожди. Ох. Свежачок. Значит, тряпаем сюда. Скорее всего, вот это склад. И мы нашли от него ключ. Заходим. Ну, точняк, это склад у нас. Что тут спрятано? О, рубинчики. Рубины я люблю. Что-нибудь еще тут можно сломать? Нет, по всей видимости, нельзя. Итак, мы нашли какую-то палку. А, это, кстати, рычаг. Это рычаг. Сковородку. Зачем нам сковородка не знаю? А, готовить. Жрать себе, точно. По куши что-нибудь приготовить. Все, выходим. Здесь мы, наверное, все обыскали. Надеюсь, в складе я ничего не упустил. Тут можно сломать это все. И ничего тут нет. Короче, у нас появился рычаг. Мы можем сходить вот сюда, в эту часть. Рычаг сломан и требует замены. Заменить рычаг. Все готово. Открываем. К сломикам пойдем сейчас. Тут ничего сломать нельзя. Тут ничего нету. Ладно. Поверим. Сломики, здорово. Уклонение. Так, хорошо. Это мы знаем. Блин, у него грибы. Грибы на башке. Может, они нам... Ай, больно кусается. Твою ж, налево. Плохо у меня уворачивается персик. Прикольно он под землю ушел. Давай посмотрим, что мы тут имеем. Так, бабочки. Может, тут грибочки будут? Наверняка грибочки. Вот какая-то древесяка. Хворост. Отлично. Хворост нам нужен, чтобы разжечь костер. О, смотри, какие щупальцы. Офигеть. Тут маска на черепе. Что я тут могу взаимодействовать? Вы понятия не имеете, что это такое. Но лучше к этому не прикасаться. А я прикоснусь. Сильное жжение пробегает по вашим пальцам. И вы в спешке отдергиваете руку. Опачки. Нифига себе, она мне здоровье откинула как. Ааа. Надо зелье лечения выпить. Вот так-то лучше. Ацкие щупальцы. Пойдем посмотрим, что у нас тут еще есть. Кстати, вот грибочки. Но это, походу, не те грибочки. Какой-то камень. Взаимодействовать. Максимальное здоровье увеличено. Зашибись. Блин, наверное, зря я зелье выпил. Надо было вначале подойти к этому камню. Но кто же знал, что он тут будет? Так. Прикольный лес. Вон, хворост еще есть. Хворосточек. Заберем. Так, слизни опять. Точнее, слаймы. Все забываю, что это слаймы. Какие-то они, правда. Откакиваем. Надо уворачиваться. Ну, типа, грамотные войны. Вот, кстати, грибы. Удачненько. Я развернулся. Не укусишь ты меня. Все. Сдох слаймик. Грибы, наверное, те. Древесный гриб. Но это не те грибы. Нам другие нужны были. Мопа-па. Тут что-то тоже есть. Наверное, гриб. Что-то внутри дерева. Старое дерево. Кажется, срубить его не составит большого труда. Давай попробуем. А, мечом никак. Нужен топор. Ладно. Куда идем дальше? Опа. Снова слайм. Сейчас наваляем ему. Я же еще и в бочину могу уворачиваться. Чувствую себя каким-то флешем. Так. Вон там еще хорост. Мы тут ничего не упустили с тобой. Вроде все собрали, да? Значит, наверное, идем сюда. Тут есть грибы. О-о-о-о. Это кто там сидит, интересно? Пойдем, подойдем к нему. Он, кстати, спрятался. На мгновение вам показалось, что внутри дупла кто-то есть. Осмотреть дерево. Вы никого не находите. Хм. Ну я-то видел, что там глаза были чьи-то. Там, кстати, вон сундук есть, кажется. Ладно. Сейчас отойдем. Смотри, опять глаза появились. Хе-хе. Прикол. Так. Вон там вот есть заборчик. А, мы оттуда пришли. Мы оттуда пришли. Еще хворост есть. Защипись. Как же тут красочно. Это что за дьяволище? Ей, такое. Тут какие-то палки, копья. Смотри, тут опасно. Вот эта тварь, видимо, тут поубивала всех. Ну давай, стреляй еще раз, и я тебя подлечу вот так. Хопа. Улетаем. Оу. Да, здесь нужна скорость. Есть. Ушатали. Защипись. Можно, кстати, туда зайти. Тот же совух, которого я видел в лаборатории Архимага. Пойдем зайдем. Здравствуйте. Как-то тут цыкотно немножечко, тебе не кажется? Ну, прикольно. Мне, в принципе, нравится. Черепки показывают нам то, что тут очень опасно. Что тут нужно сделать? Зажечь огни. Зеленый огонь зажгли. И проход открыли. Какий слаймик. Слаймик, здорово! Это тебе не слайм, ранчер. Так. Получай! Наконец-то я научился их быстро убивать. Там еще он один ползает. Грибочки собрать нельзя. На книжной полке ничего нет. Интересно. Подобрать ничего не можем. Пам-пам-пам. Здрасте! Нет, ты меня не укусишь. Хотел. Хотел куснуть моего сладкого мяса, но не получится. Зажигаем огни. Здесь есть... Типа кнопки от лифта, но это нифига не лифт. Здесь не горит. Скорее всего, надо же зажечь вот здесь вот кнопочку. И тогда врата откроются. Но как это сделать? Ух ты! Ух ты! Фига себе. Похоже на склеп какой-то, слушай. Это мы... Куда уходим? Там тоже факел есть, который нужно зажечь. Здесь у нас... Другая комната. Зажгем. А, это мы как бы вокруг оббежали. Мы здесь стояли с тобой, когда я сказал про склеп. Ладно, возвращаемся. Смотри. Загорелось. То есть я на этом... На этой стороне зажег раз факел. Там факел. И теперь у нас две руны горит. Хорошо. Теперь с этой стороны надо зажечь. Запрыгиваем сюда. Зажигаем. Где-то еще один должен быть. Слушай. Что же рубины дают? Для чего они? Драгоценный камень. Видимо для торговли. Что-то с ними можно... Ингредиент для приготовления алхимических зелий. Пойдем дальше исследовать. Еще один, еще один факел нужно зажечь. И где он может быть? Где же этот факел? Он где-то должен быть с этой стороны. С этой стороны. Вот он. Нашли. Зажигаем и все. Там сейчас должны врата открыться. Ага, точно открылись. Что ж нас ждет тут? Фига. Тут ловушечка. Ловушечка. Надо две, три, три ловушки. Бежим, 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 бежим. На этой стороне ничего интересного. Что у нас тут? Развилочка. Можем туда пойти? Можем выйти. Давай сюда сходим. Оу. Луна какая-то. Подожди, мы тут что ли были? Хотя нет. Но факелы горят. Луна, солнце. Тут что? Луна, солнце. Ага. Что-то нужно... Надо луну с солнцем как-то скомбинировать. И тогда откроется вот эта вот решетка. Хорошо, да, попробуем. Зажгем луну. Ну пойдем тогда там зажжем. Посмотрим, что будет. Зажгли. Все горит. А тут? Тут тоже все горит. А давай здесь потушим тогда. Потушили. Потушили. Блин, ничего вообще не происходит. Давай все потушим. Потушить. Все погасло. Хм. А если мы только солнце зажжем? Ага, сработало. Только солнце нужно было поджечь. Так. Здесь у нас ловушечка. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Опа. Там дальше есть тоже поворотик. Сундук. Снова рубины. Тут у нас что? Опять эти факелы. Проход. И с этой стороны. А нет, с этой стороны нет прохода. Я что-то начинаю путаться уже. Опа. Здрасте. Здрасте, здрасте. Я думал, я здесь один. Но нифига. Убили. Но нифига здесь не один. Нам сюда. А, так это выход от двери. Нет, подождите. Не хочу я выходить пока. Рановато. Мы еще не решили возить головоломку. Можно пройти как-то сюда. Нужно, чтобы три руны загорелось. Давай попробуем. Вот это. Одна есть. Еще. А, ну тут все просто. Ничего думать не нужно. Хотя нет, не все так просто. Не те зажег, значит. Решетки не открылись. Ха. А, подожди. Стой, 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 подожди. Давай попробуем зажечь все на одной стороне. Здесь нет. Так. И вот это, наверное. Нет, нифига. Комбинируем, значит. Есть. Угадали. Можно пройти. Ух ты. Ух ты. Вот это кислота. Вот это кислотень. Что мы тут имеем? Взаимодействовать. Активировать навигационный кристалл. Ну давай активируем. Навигационный кристалл активирован. Вау. Навигационный кристалл активирован. Вернуться ко входу в подземелье? Не-не-не. Я еще тут не закончил. Прикольненько. Я хочу в двери там зайти. Ай, да-да-да. В кислоту упал. Хочу выйти в двери. Посмотреть, что там. Посмотрим, где мы выйдем. А, нифига себе. Это комната. Это не выход, нифига. И что тут есть? Там есть какая-то интересная штука. Это карта, что ли? Взаимодействовать. Этот рисунок напоминает план какой-то комнаты. Скорее всего, это та самая комната, где мы сейчас находимся. Смотри, здесь зажечь нужно, здесь зажечь и здесь. Скорее всего, это про факелы. Пойдем искать. Так. А, подожди. Мы... А, это комната к навигационному кристаллу. Где мы как раз подожгли вот в таком порядке факелы. Ну, без этого плана справились. Че? Так, опа. Надо взять. Надо взять маску. Но как туда попасть? Шиш ее знает. Как туда пролезть? Где-то здесь... Кнопка потайная. Ха-ха-ха. Офигеть. Так. Возвращаемся еще назад. Там была где-то комната еще одна. Вот она, эта комната. Оу, здравствуйте. Я не знал, что вы здесь проживаете. Готов. Что у нас в этой комнате интересно есть? Сундук. Сундуки рубины. Тут ничего сломать нельзя больше? Нет, по всей видимости нельзя. Че, сюда перся только за рубинами, что ли? Ну, капец. Понятно. Ну что ж, давай тогда воспользуемся этим навигационным кристаллом. Посмотрим, как он работает. Вернуться к входу в подземелье? Да. Ммм. Я думал, там будет какая-нибудь крутая анимация. Там, жих, пух, и меня телепортнуло. А тут вот так, да? Но немножечко неинтересно. Ладно. Но все остальное, в принципе, круто. Мне очень нравится. Музыка классная. И, в принципе, графика приятная. Еще хорос, смотри. Какие-то цветочки. Голубой цветок. Вот, кстати, ящик, который мы видели. Зелье рубины. Все, видимо, здесь эту локацию мы все обошли. Скорее всего, скорее всего. Да, потому что тут завалы. Ммм. Хотя, подожди, какая таверна. Мы еще через мост не прошли. Вау. Спускаемся. Еще одну маску нашли. Здорово. Так, теперь нам нужно пробраться как-то на ту сторону. Что, если мы попробуем с разбегу? Нет, с разбегу не получится. А если по краешку вот тут? Нет, так тоже не прокатит. Ладно, пока что нам туда никак. Возвращаемся в таверну. Так, так, так. Сколько у нас хороса? Пять палок. Пойдем еще собирать. Маловато нам будет. Выходим теперь в эти врата. Тут у нас что-то есть? Нет? Нет, ничего нет. Ух ты, какие-то труины-то. Что это за руинчики такие? Свиток лежит. Хорост. Так. Разрыв. Кажется, именно через этот разрыв, после окончания битвы, скрылся ее последний владелец. Как показал беглый осмотр, чтобы безопасно его распечатать, потребуется найти и активировать шесть навигационных кристаллов. Обычно такие кристаллы устанавливали под землей, неподалеку от места разрыва. Так что, думаю, я без труда смогу их отыскать. Ну, один мы такой уже отыскали. Активировать шесть навигационных кристаллов. Один мы такой уже с тобой нашли. Значит, нужно еще пять. Давай здесь все осмотрим, обыщем. Вон, цветочек есть. Цветочек. Здесь что-то закопано, по всей видимости. Кусочек отличной плодородной земли. Но взять ее не могу, потому что нет лопат. По всей видимости, нет лопаты. Ручки пачкать я не хочу. У меня же они типа бархатные. Бархатные ручки. Здесь вроде бы все осмотрели. Двигаем дальше. Хвороста у нас уже, кстати, шесть штук. Да. Нам его должно хватить. И здесь тоже разрушен мост. Фу. Кстати, на террасе. Вон, смотри, это дверь на террасу. И там два сундука. Круто. Тут ничего, кстати, не спрятано. Нет, тут пусто. Ну что, пойдем в таверну тогда. Мы внутри. Итак. Разжигаем печку. Разжечь огонь. Вкидываем шесть хвороста. Все, зажгли. Установить сковороду. Устанавливаем. И чего, и чего, и чего? Теперь я могу делать. А в принципе ничего. Я просто сюда сковороду поставил и все. Ну капец. Я думал, я себе покушать готовлю. Так, ладненько. Что у меня там еще есть? Кстати, ключ пропал. Я не обращал на это внимания. Ключи здесь одноразовые. Ясно. Пойдем попробуем картину дорисовать. У меня есть несколько масок. Возможно, нам это как-то пригодится. Возможно. Нет, это не пригодилось. Черт. Как насчет изделия? Грибов не хватает. Где же такие грибы-то найти? Я еще раз посмотрел на эту картину и увидел черты. Видишь, вот как будто карандашиком таким сереньким тут обведено. Это те моменты, которые еще не дорисованы. То есть здесь вот должен быть лепесточек еще один. Хоп-хоп. Здесь он вроде бы как дорисован. Тут вот что-то должно быть дорисовано. Видимо, мне нужно найти кисть и дорисовать самому. Ну, что могу сказать? Идем на улицу. Нам нужны грибы. Кстати, мы же разожгли печь. Дымок идет. Круто. Грибочки, грибочки. Где же вы можете прятаться-то? Я вроде бы все так обыскал. Может быть, к нему надо как-то быстро подкрасться? Или... Да не, нифига. Смотри, какую я тропинку пропустил. Вот эта вот тропинка ведет в какой-то... Я не знаю, я здесь не был еще. Давай сходим. О, вот они, грибы. Наконец-то мы нашли эти грибы. Ведьмин гриб. Зашибись. Можно еще в эту пещеру спуститься. Ну, пойдем. Похоже, в глубине норы прячется кролик. Попытаться вытащить кролика. Вы пытаетесь вытащить кролика из норы, но он кусает вас в ответ. Блин, нифига себе он меня куснул. Пол сапочки у меня отнялось. А как насчет морковки? У меня же морковка была. Самая обыкновенная морковка. Сделать бы здесь, знаешь, приманочку какую-то, и он бы вылез. Но зачем мне кролик? Вот в чем вопрос. Так. Ведьмин гриб у нас есть. Всего один. Может быть, этого будет достаточно. Я не помню, сколько нужно было грибов. Но надеюсь, что этого достаточно. Все. Побежали. Обожаю проходить вот эти двери магические. Мой магический столик. Готовься. Отлично. Я могу приготовить это зелье. Готовим. Зелье против ржавчины готово. Пошли открывать подвал. Подвальчик. Сейчас мы тебя смажем. Очистить от ржавчины. Блин, а что ж не показывают? Что ж не показывают, как я очистил от ржавчины? Все, мы спустились в подвал. Рубинчики и зелье. Блин, сколько тут зелье? Вау! Вот это нежданчик. Готово. Давай-ка на всякий пожарный выпьем зелье. А то не хочется как-то погибать здесь. Все. Зелье мы выпили. Что у нас тут? О, так это ловушка для кролика. Ловушка для кролика у нас есть. Здорово. Тут письмо. О порождениях бездны. Воистину, порождения бездны способны принимать самый разнообразный вид. Так, некоторые из них представляют собой произрастающий из земли клубок щупальцев, в несколько раз выше человеческого роста. Эти существа смертельно опасны. Но, что удивительно, абсолютно не переносят мясо, подвергнуто термической обработке. Для них это настоящий яд. Ааа, тогда я понял, для чего нам здесь нужна сковорода. Мы будем готовить мясо на нем. Ааа, точно, подожди. Он же сказал про щупальца. Те самые щупальца, которые мы видели. Вот, вот они даже на картинке нарисованы. Господи, для меня только сейчас дошло. Ну капец. Все. Все сложилось. Значит, мы сейчас достаем с тобой кролика. Потом его нужно будет зажарить. Как бы грустно и печально это ни звучало, но все-таки придется его зажарить, чтобы отравить эти щупальца. К тому же, этот кролик меня очень-очень-очень больно укусил. Значит, ставим здесь ловушечку. Установите ловушку. Все, ловушку мы поставили. И нужно туда закинуть морковку. Ну что, теперь ждем. Вон морковочка у нас там есть. Ждем, пока он вылезет. Уходим отсюда. Так, все. Кролик попался. Возвращаемся. Ништяк. Кстати, прикинь, тут даже не совсем кролик. Он сразу же готовенький попался. Я даже руки не замарал. Отлично. Где у нас эта сковородочка? Сейчас зажарим мясо. Мясо готово. Оно обработано. Сейчас посмотрим, насколько эти щупальцы боятся мясцом. Вот они, наши красавцы. Вкидываем. Бросить жареное мясо. Вот так-то. Теперь мы можем сюда пройти. Крутяк. Но там существа из бездны бродят. Оп-оп-оп. Очень опасный момент. Два противника одновременно. Один стреляет, другой в ближний бой. Готово. Фух. О, знакомые врата. Надо искать маски. Красные маски. А может быть не красные. Тут какие-нибудь другие. Красные камни. Где же вы можете быть? А тут зеленый, кстати. Зеленая статуэтка. Итак. О статуэтках. Количество магии, заключенных в этих небольших статуэтках, просто поражает. Даже оказавшись закопанными в землю, статуэтки буквально выжигают траву, растущую над ними. Заставляя ее чернеть и постепенно погибать. Ага. Жуткие статуэтки. Кстати, тут алхимический стол. Приготовить пока ничего не могу. Ингредиентов нет. Так. Ищем статуэтки. Цветочки собер... Опа. Выжженная трава, значит здесь есть закопанная статуэтка. Но нет лопаты у меня. Хм. Искать лопату нужно. Наверняка где-нибудь здесь она спрятана. А здесь тоже, смотри, выжжена трава. Вот так-то. Хворост есть. О-о-о. Ты помнишь вот этот вид? Это же на картине он нарисован. Точняк. Вот они, эти лепестки, которые он дорисовал. Вот так вот, по-моему, вид был. На картине. Что у нас тут есть? Кубы. Кубы, кубы, кубы. Можно активировать. И нифига не происходит. Потому что кубы расставлены неправильно. Совсем неправильно. Так. Ха-ха. Вот так-то. Нужно, короче, угадать, как должны быть расположены эти кубы. Или где-то найти подсказку. Наверняка она где-то спрятана. Ладненько. Сюда мы тоже можем пройти. А-а-а. Это возвышенность над пещерой кролика. Да, точно. Кстати, ты видел, какая пещера-то здоровая для кролика? И там тьма вон выходит из нее. Интересно, каких размеров там кролик был. Хе-хе-хе. Так, зелье рубин. Тут у нас корни. Можно прорубить. Снова ящик. Мушкет. Офигеть. У меня теперь есть мушкет. Здорово. Тут ничего нету. Нет, тут ничего нету. Интересно. Офигеть. О-о-о, круто. Надеюсь, патроны... Патроны у меня тут бесконечные. Так, так, так. Лопатка, лопатка. Где же ты можешь быть? Блин, прикинь. Патроны-то закончились. Хе-хе. Офигеть. Ладно. Будем, значит, искать патроны. О, камень. Увеличивающий здоровье. Давай теперь сходим сюда. Посмотрим. Вот он, кстати, топор. Здорово, топор есть. Блин, на патроны-то закончились. Ну зачем я раньше времени пострелял с него? С этого мушкета. Фух. А здесь, видимо, нужно ведро с веревкой. Развалины колодца. Веревка давно истлела. Понятно. Сюда тупо веревка нужна. Где-то нужно найти веревку. Так, у нас есть топор. А это значит, что мы можем срубить тот дуб. Мы его срубим обязательно, но это будет в следующей серии. Если тебе понравилась эта головоломка, то с тебя лайк обязательно, подписочка, если ты еще не подписан. И оставь свой крутой комментарий под этим видео. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok